От мобильного штаба до 50-метрового подъемника. Площадь передома правительства стала местом для импровизированной выставки о современной спасательной технике. В региональном МЧС сегодня подводили итоги прошедшего года и принимали на вооружение новые автомобили. Подробность у Дмитрия Ковалева. Эта пожарная машина незаменима там, где цистерны невозможно оперативно заправить водой. В ее резервуары может поместиться более 8 тонн. При ликвидации ЧП, когда важна любая минута такого объема воды, огнеборцам хватит и на час. Если же вот другие машины, да, взять ЗИЛ-131, да, если они в течение, ну, 15 минут, да, и уже воды не остается. Это два с небольшим куба воды. А это, значит, поставили на тушение пожара, и мы, значит, более эффективно тушим пожар, то есть без разрыва. Автомобиль заступит на службу в пожарной части Комсомольского района. А ближайшее время в республике планируют закупить еще две новых машины. Вообще обновление автопарка в структурах МЧС проходит поэтапно. Недавно на вооружение спасателей поступил и вот такой снегоболотоход. За счет воздуха в камерах он может передвигаться не только по суше, но и по воде. В декабре прошлого года с его помощью уже был отбуксирован автомобиль, который провалился под лед. С поставкой новой техники пока проблем не возникает. Ведомство сейчас испытывает недостаток рабочих рук. К сожалению, о расширении штатов можно только мечтать, но мы, конечно, этого хотим. Говорить о республиканских противопожарных частях, о пожарных частях, конечно же, тоже они малочисленные сегодня. Не во всех частях есть диспетчера, то есть когда пожарные уезжают на пожар, часть просто остается на сегодня закрытой. Но пока справляемся. Эту проблему в МЧС планируют решить в ближайшие годы. Сейчас спасателям ставят другие задачи. В настоящий момент правительством Российской Федерации определены для регионального центра именно по вопросам защиты населения и территорий два момента. Это создание системы 112, в которой непосредственно участвуют и органы исполнительной власти республики, и создание системы безопасных городов. Вот, наверное, эти два вопроса, которые на 2015 год будут актуальными. Уже сегодня в республике диспетчеры, которые принимают звонок по номеру 112, могут связать человека с любой экстренной службой. Но в недалеком будущем систему планируют настроить так, чтобы все вызовы принимали дежурные операторы, которые ближе всего находятся к месту ЧП. Помощь пострадавшим тогда будет приходить еще оперативнее. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.